Президент США в четверг объявил, что Америка готова принять 10 тысяч вынужденных мигрантов из Сирии. Демократы в Конгрессе хотят увеличить это число до 65 тысяч. Республиканцы предостерегают, под видом беженцев в Америку могут проникнуть террористы. А должна ли ваша страна принять у себя беженцев? Как по-вашему? Я считаю, что мы обязаны помочь. Наш народ на себе испытал, что такое быть беженцами. Я поддерживаю помощь сирийским беженцам, но призывы некоторых израильских политиков принять их здесь считаю лицемерием. В Израиле уже находятся десятки тысяч беженцев из Африки, которым никто не хочет помогать. И своих беженцев хватает. Голодных, надо кормить людей. И у нас наша промышленность сейчас в таком состоянии, что у нас бюджет в такой степени пополняется, как нам нужно. Бюджет. А за счет бюджета все это содержится. Я думаю, стоит принимать, стоит остановить войну сначала в Сирии. А беженцев принимать, вы не примите всех беженцев. Их там миллионы. Это арабы. Я никаких проблем в этом не вижу. Потому что? Потому что я сам здесь не коренной, поэтому никаких проблем не вижу. Тем более количество, там 200 человек, это вообще роли не будет играть. Мне было бы не очень уютно. Но такая, скажем, может быть такой наш менталитет, что мы не особо воспринимаем, когда рядом с нами кто-то другой национальности. Это хорошая идея. Вся Америка построена мигрантами. У нас есть хорошие примеры массовых мигрантов из Мексики и Южной Америки. Кроме того, Соединенные Штаты не могут не чувствовать ответственность за кризис на Ближнем Востоке и помогать европейцам в решении этих проблем. Я англичанин, мигрировавший в США. Вся наша компания состоит из приезжих. Это то, без чего не может быть Америки. Это и есть суть Америки. Тут живут люди с разных концов света, со своей культурой и традициями. И это делает нас американцами. Я на все 100% за приезд сюда беженцев. Думаю, сначала федеральным службам нужно внимательно изучить их прошлое. И если все в порядке, и они готовы стать гражданами этой страны со всеми обязанностями, то добро пожаловать. Почему нет? В определенных количествах. Почему? У нас страна большая, всех прокормим. Против? Почему? Потому что у нас 2 миллиона уже украинцев. А что? А сколько можно принимать? Пусть принимают те, кто это наделал. Ну, как бы помочь людям. Может быть, и у нас такая ситуация будет когда-то. И нас-то они будут принимать нигде. Поэтому, если организовано и не в большом количестве, я думаю, что возможно. Если они еще законопослушные, почему бы нет? Аналогичный вопрос мы задали на нашем сайте rtvii.com. Результаты анонимного голосования отличаются от большинства ответов, которые мы услышали на улицах. Подавляющее большинство, 75%, не согласны принять в своей стране беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Только 19% ответили положительно. Еще 6% затруднились с ответом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова